Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие. Сегодня я хочу с вами поделиться одной историей, которая меня безумно радует, которой очень много общего в этой истории со мной я вижу. Я когда только сюда приехала, я познакомилась с одной девчонкой, женщиной, у нее уже ребенок был, и ее сын с моей заловкой, вот которой хочется постоянно разводиться, они вместе в одну школу ходили. И она там с ней познакомилась. Она из Ирака, эта женщина. Она очень плохо на испанском говорила, очень плохо. И вот когда я, а я вообще ничего практически не говорила, она плохо если говорила, я вообще еще ничего не говорила. И я на нее смотрела и думала, о, она уже столько времени здесь, а если она так плохо говорит, значит испанский язык тяжелый. И моя заловка меня с ней вместе познакомила. Вот Наталья, вот, ее имя такое сложное имя, но разницы нету, как ее зовут. Вот она меня с ней познакомила. И один раз в бассейн я пошла со своим мужем и со своей заловкой, и мы с ней встретились в бассейне. Ребенок совсем у нее еще маленький был, где-то лет 8-9, наверное, ребенку было. Ну, так же, как моей заловкиному сыну, да. И вот мы вместе посидели, я так посмотрела, такая простая женщина. Девчонки, давайте я вам ее опишу. Худая такая, вся морщинистая, зубов нету. Вот, знаете, вот цвет волос, уже краску просили волосы, уже месяцев 4-5. Очень неухоженная женщина, очень неухоженная. И я ее спрашиваю, как твои дела? Она говорит, ой, ты уже чуть-чуть... А я уже понимать начала. Уже понимать начала, но плохо говорила. Как твои дела? Она такая, ничего хорошо, но у нее в глазах столько грусти было. Она такая замученная была. И мне заловка потихоньку посплетничала и рассказала, что она замужем за своего родственника, какого-то четверюродного, там, какого-то там родственника. У нее муж в Испанию приехал, открыл здесь ресторан, бар-ресторан, потом только ее привез. И вот этот ребенок здесь родился в Испании. И муж очень над ней сильно издевается. Так как она языка не знает, ничего не знает, он ее на кухню поставил. Ну, чтобы она там посуду мыла, пол мыла. Работает, говорит, она, говорит, пуф, не покладая рук. А муж ей постоянно говорит, ты тупая, ты ничего не умеешь, да кому ты нужна была бы, если бы я на тебе не женился. А она бедная, там, ему вот так, короче, покаралась. Мол, извини, прости, если что-то не так сказала, извини. И один прекрасный день, вот чисто случайно, девочки, я увидела ее мужа. На него взглянуть два раза, не хочется. Вот такой вот, знаете, иногда у человека на лице бывает написано, что он нехороший человек. Вот у него прямо на лице было написано, что он тиран. А может потому, что у меня еще, я уже и знала, кто он, что он. Я так на него посмотрела, худой, как черный, как таракан. Худой такой, страшный такой. Такой взгляд у него еще злой, такой нервный весь был. Я подумала, ой, бедная женщина. Вот он с ней пожил, пожил. В конце концов, она хотела развестись. Она говорила, ой, да я бы развелась. Но он мне, во-первых, и развода не даст. А во-вторых, а куда я пойду? Ну, он говорит, пускай мне хоть документы бы сделал бы. А она там как чернорабочая работала на кухне, понимаете? Он ей ни документы не делал, ни зарплату не давал, ничего. Тютюльку в тютюльку все. Вот они жили на квартире. И один день она там ему что-то высказалась видать. И он ей сказал, ах ты неблагодарная. Ты же неблагодарная. Давай собирай свои манатки и уходи отсюда. И она начала плакать, что-то там на колени. Это она сама рассказывала. На колени, говорит, упала. Куда я пойду? Забирай, говорит, этого своего тупого сына тоже. Хоть это и его сын. Он сказал, забирай этого тупого своего сына тоже. И давай, чтобы пока я с вечера с работы не пришел, чтобы тебя здесь я не был. Если я тебя здесь увижу, я тебя здесь я прирежу. Она испугалась, взяла там кое-что и к моей заловке пришла. А у нее, кроме моей заловки, никого и вообще даже и знакомых и не было. Да он ее и не пускал, он ей дышать не давал. Вот она у моей заловки, я не знаю, недели две-три прожила у моей заловки. Потом она там работу нашла, где-то недалеко от моей заловки, за одной женщиной смотреть, за одной бабушкой смотреть и там же жить. Понимаете, вот за ней она смотрит с таким условием, что она там же живет. Они ей комнату выделили, там же живет и за этой бабушкой смотрит. И мальчика своего забрать может. Вот она туда переехала, к этой женщине. Вот она у этой женщины лет пять жила. И то, что она, эта женщина, ей кушать давала, все, она вот эти денежки откладывала, откладывала. И вдруг, где вот эта женщина живет, там подъезд сказали. Ой, почему ты подъезд тоже убирать можешь? Она себя с такой хорошей стороны показала. Подъезд будешь убирать, тебе еще добавка будет к зарплате. У девчонки она все перетерпела, вот и подъезды начала убирать, и все. И один день я ее встречаю уже, наверное, лет 10-12 тому назад. Как ты? Смотрю, у нее зубы уже есть, девочки. Смотрю, у нее волосы уложенные, уже покрашенные, даже похорошен. Раньше мне казалось, что она такая некрасивая женщина, да? А я в ней такую симпатичную женщину увидела. Она говорит, я уже не плачу, я уже неплохо живу, я уже отдельно живу на квартире. Я уже не живу с этой женщиной, она сказала. Я, говорит, другую работу нашла, говорит, там у кого-то глажу, там у кого-то готовлю. Я уже язык хорошо знаю испанский. Вот смотри, и на испанском со мной говорила. Ой, Наталья, ты тоже так хорошо говоришь, такая ты молодец. Твои дела как туда-сюда. Я говорю, хорошо. А ты куда? Она говорит, вот иду за сыном, он там по математике на репетитору иду. И потом после этого, говорит, английский надо, он хочет английский. Я говорю, как твой сын? Она такая, хорошо, неплохо учится, она мне сказала. Неплохо учится, хорошо учится. Но, конечно, помощь ему тоже нужна. Говорит, вот я вот к его репетиторам. Чуть-чуть, говорит, сложно, конечно, но я, говорит, не могу пожаловаться. Зато спокойно ложусь, спокойно встаю. Я говорю, а твой муж как? Я ее спрашиваю. Она такая, ой, даже не вспоминай, не хочу вспоминать. Я говорю, вообще не помогает? Она говорит, ты что, не то, что помогает, он уже меня, говорит, нет, нет, мы встречаемся, видит, что я уже в парикмахерскую хожу, что я за собой ухаживаю. Начинает, говорит, мне, всякими плохими словами обзывать, что я уже мужчину нашла, что меня кто-то содержит, говорит, а меня никто не содержит, я сама, говорит, оскорбляет меня, говорит. Я говорю, а алименты что? Она говорит, ой, ты что? Я еле-еле, говорит, развод. Я сама за развод. А здесь развод, чтобы сделать, деньги нужны. Здесь я не так бесплатно. Ты пошла, развелась и все. Здесь я очень дорого. Здесь я тысячу с чем-то евро в развод только выходит. А у них-то отделить-то и нечего было. Я не знаю, почему такой дорогой развод. Я развелась, говорит, и развод сделала, говорит, все сделала. Вот мы с сыном, говорит, отдельно живем. Вот я вот здесь, я, говорит, сняла квартиру. Я так еще посмотрела, в неплохом районе сняла. Приходи в гости, чай попьем, туда-сюда. Я говорю, да, как-нибудь говорю, как-нибудь придем. Ты как? Я говорю, да, вот стройка туда-сюда, говорю, устала, говорю, никак не дострою. Ну, чуть-чуть о себе поговорили. И это самое. И она мне говорит, ой, как я рада тебя была увидеть. Наталья, у тебя такой хороший муж, ты такая хорошая, вообще тебе повезло с мужем, не то, что мне. Ну, ничего, зато мне с ребенком повезло, она мне сказала. Зато у меня ребенок во мне души не чает, вместе живем. Очень хорошо, помогает мне во всем. Даже когда мы иду, говорит, на уборку, туда-сюда, нет, нет, со мной идет, мне помогает, вообще у меня сын умница. И я, девочки, вот честно, я подумала, ну, пока не женится мальчик. Я говорю, ой, как жалко, что у тебя второго ребенка нет, хоть девочка была. Она говорит, ой, ты что, я еле-еле этого поднимаю, мне так тяжело, мне так тяжело, еле-еле этого, никакой помощи же, говорит, нету, говорит, я же работаю, нет, мне второго ребенка уже и не надо. Вот, Аллах мне дал, говорит, одного, говорит, вот его на ноги если поставлю, и то, говорит, ага, дурля, вот она мне вот так сказала. Теперь девочки чуть-чуть еще время проходит, и я ее опять встречаю вот возле одного торгового центра. Я говорю, как ты? Она говорит, я ей такую грустную увидела. Что ты, как ты? Она такая, ой, все хорошо. Ты знаешь, да, у меня сын, говорит, в Америку, говорит, учиться, говорит, уехал. Я говорю, как в Америку? Он что, уже такой, уже учиться, что ли, такой большой? Она говорит, да, а, уже моему сыну уже сколько? Уже 20 лет. Он там в Америке, говорит, учится. Ну, он же, говорит, хорошо учится. Она не хвалила его насчет учебы, а мне моя заловка сказала, ой, у нее, оказывается, сын такой умный, он там отослал в университеты всякие, и его туда приняли, в Америку. Он там где-то в Вашингтоне, что ли, не знаю, где он там учился, короче, он этот учился. И его там, где вот он учился, потом это, ну, потом я с ней разошла, ну, пока-пока все, потом моя заловка мне говорит, ты представляешь, как ей повезло. И ей повезло, говорит, это ее сыну, говорит, повезло. Он пока, говорит, на последнем курсе был, говорит, в университете, говорит, его, говорит, там, говорит, приметили, говорит, кто-то, его, говорит, на работу взяли, говорит. Я так и не поняла, кем он учился. там вот что-то насчет тертежей, что-то такое. Очень сложная карреля такая. Ты знаешь, говорит, он там, говорит, на работу его взяли. Говорит, какая хорошая зарплата, говорит. Ему, говорит, все оплачивают, и еду оплачивают, и квартиру оплачивают, и еще зарплату дают. И вот, девочки, что вы думаете? Вот недавно иду, наверное, неделю тому назад, в машине еду, и смотрю, она идет. Вот, девочки, честно говоря, если бы я на светофоре не была бы, я бы не поняла, что это она. Девочки, как она была хорошо одета. У нее вот такой вид был, да, вот, как будто вот даже вот как будто чуть-чуть, знаете, вот при деньгах женщина. Дорогая сумочка, туфельки на каблуках, такие хорошие джинсики на ней были, такая хорошая курточка на ней была, легкая такая куртка. Очень со вкусом была одета она. Ну, я так ее, вот так я ее увидела, что она вот так прошла. Не хотела не пипикать, ничего. Я опаздывала в школу. Отвезла ребенка в школу, все. И вот, сегодня иду, сегодня иду, позавтракала, иду, вот так смотрю, она идет пешком. Я ее увидела, говорю, как твои дела? Она такая прошла, девочки, как она меня обняла. Привет, дорогая, как я тебя давно не видела. Я говорю, вот я тебя неделю тому назад, говорю, две недели тому назад видела, вот так ты проходила. Я говорю, как ты, как твои дела? Она такая, хорошо, очень даже хорошо. Давай, говорит, где-нибудь присядем, говорит, хоть кофе выпьем. Я говорю, идем, давай присядем. Мы присели, я там чай заказала, она себе кофе заказала. Она такая, нет, 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 я угощаю. Я говорю, ну, угощай, раз ты так хочешь. Она такая, я говорю, как твои дела? Она говорит, очень хорошо. Я говорю, прям так хорошо? Она говорит, очень и очень хорошо. Девочки, она мне, знаете, сказала, что она говорит, у меня, говорит, сын, говорит, работает, говорит, мне, говорит, каждый месяц, говорит, по два пятьсот высылает. Две тысячи пятьсот евро высылает. Все-таки не зря, говорит, я в него вложилась. Все-таки не зря мне Бог дал этого сына. Вся надежда всегда была, говорит, у меня, на нем я знала, что он меня не подведет. Потому что я с детства уже видела, что у меня сын умница. А мне муж говорил, этот тупой, этот тупой, этот тупой. Он, говорит, очень на хорошей, престижной работе, говорит, работает в Америке. Говорит, сейчас его в Германию, говорит, зовут на какое-то престижное место, на какое-то престижное место, говорит, два раза больше зарплату ему предлагают, Ты, говорит, знаешь, я квартиру себе купила. Мне, говорит, сын помог. Мы квартиру, говорит, купили. Ну, для себя, для нее. Но у меня сын, говорит, конечно, не может сюда приехать. Он там работает. Я говорю, а ты как? Она говорит, ну вот, живу. Я говорю, работаешь? Она говорит, нет, не работаю. Зачем? Мне мой сын сказал, хватит уже, что ты вот так, не покладая рук, работала. Дома уже сиди. Делай, что ты хочешь. Сейчас, говорит, на курсы хожу. Говорит, так для себя, говорит, тарелки рисует она. Я, говорит, на курсы хожу, тарелки, говорит, рисую. Туда хожу, сюда хожу. Живу, говорит, спокойно, говорит. Меня, говорит, сын, говорит, зовет. Да, говорит, приезжай, говорит, ко мне, мама. Хочу, чтобы ты здесь со мной была. А она, говорит, я не хочу, сынок. Я еле-еле, говорит, испанский, говорит, научилась. Еле-еле себе, говорит, здесь подруг, друзей, говорит, сделала. Сейчас, говорит, туда поеду, говорит, английский не знаю. Говорит, мне будет сложно, буду целый день дома сидеть. Зачем мне это надо? Я, говорит, несколько раз ездила туда. Но мне, говорит, сына тоже жалко, говорит, Говорит, эти, говорит, такие дорогие билеты. Я говорю, приезжай ему, сыну, сюда. Сын, говорит, нет, у него времени нет. Очень, говорит, хорошо зарабатывает. Очень хорошо, говорит, живет. У него там такая квартира, говорит, тебе видеть надо было. Какую квартиру ему дают. Какой он у меня умница, девочки. Как она его хвалила. И так, что, девчонки, я вот такой вывод сделала, да. Вот иногда мы, иногда мы. Причем здесь надежда на твоих детей, что твои дети там тебе. Говорит, самое главное, что твои дети у тебя не просили. Знаете, чтобы они сами могли себя на ноги поставить. Остальное все ерунда. Вот видите, иногда бывают вот такие мальчики тоже. Он ей говорит, мама, ты, говорит, для меня, говорит, все сделала. Говорит, вот теперь я для тебя буду все делать. Я ей говорю, дай тогда поры до времени, если честно. Говорю, пока он женится. Она сказала, нет, ты вот посмотришь. Я знаю, кто мой сын. Это же я его родила. Он во мне души, говорит, не чает. И я в нем души не чаю. Мы через такие трудности, говорит, прошли. Она мне сказала. Когда, говорит, наш отец, говорит, отец, говорит, моего сына, говорит, нас выгнал. Я говорю, я помню, ты у моей заловки жила. Она говорит, а прежде чем у твоей заловки жить, говорит, мы две ночи, говорит, на автостанции, говорит, переночевали. мы, говорит, знаешь, один буханку хлеба, сухую, сухую с молоком, говорит, обедали, завтракали и ужинали. Мы через все прошли с сыном, говорит. Так что, говорит, он прекрасно все это понимает. И он говорит мне, спасибо, мама, что ты вот так со мной всегда была, что ты меня не бросила. А с отцом, говорю, как? Он даже, говорит, не общается. Отец, говорит, ищет с ним, говорит, отношения. Ресторан, говорит, и у него, говорит, стоит, говорит, мертвый. Ничего, говорит, нету, говорит. Постарел, ты бы, говорит, его сейчас увидела, ты бы его вообще не узнала бы, говорит. Вот такой старый, весь дряхлый, говорит. Сейчас кому нужен, говорит. Сейчас нет, говорит, хочет. Сейчас, говорит, и помириться же хочет, говорит. А я, говорит, никогда в жизни, говорит, не помирюсь. Ни за что, говорит. Хоть он мне миллионами золотом обсыпит. Благодаря, говорит, моей золоте, говорит, то, что, говорит, мне, дали, говорит, мои родители все. Я первое время, говорит, продавала то одну сережку, то одно кольцо. То это я, говорит, вот так тянула, пока, говорит, все свое золото не продала. Один прекрасный день, говорит, я сижу на кухне и говорю, вот, хорошо, что у меня золото есть. И мне мой сын, говорит, сказал, мама, ты не беспокойся. Я, говорит, когда вырасту, я целую коробку тебе, говорит, золото куплю. Говорит, ты не беспокойся. Вот, говорит, смотри, она так хвасталась. Вот смотри, эту цепочку мой сын мне купил из Америки. Смотри, браслет из Америки. Она так, вот знаете, вот видно было, что она хвалится, да, но эту женщину можно понять. Потому что через такие трудности она прошла. Она говорит, у меня все есть, у меня хорошая квартира есть, обставленная квартира есть, не всякая дрянь, говорит, а мебель я сама новую, говорит, купила. Так что, говорит, вот так, приходи, говорит, ко мне в гости, мне будет очень приятно. Я говорю, конечно, приду, обязательно приду. Она такая, ты как, все? Ну, я знаю, говорит, у тебя, говорит, муж тебя любил, говорит, я тебя, говорит, когда видела, говорит, с ним вместе, как вы, говорит, смеялись, купались, говорит, в бассейне. А я даже не заметила, что она на меня смотрела. Я, говорит, так смотрела и думала, вот, вот это хорошо, когда друг друга любят, а не то, что он мой. Мой со мной, говорит, никуда, никогда не пошел. Я, говорит, никогда, говорит, с ним, говорит, куда-нибудь вместе, чтобы выйти. Он мне говорил, да, мне стыдно с тобой идти. Мне зачем с тобой идти рядом нужно, чтобы все знали, что ты моя жена, что ли? Ты на себя посмотрела, ты в зеркало на себя, говорит, посмотри, вот так меня всегда, говорит, унижал. А сейчас, говорит, помириться хочет. Мне, говорит, у тебя, наверное, там любовник есть, поэтому ты, говорит, со мной мириться не хочешь. До него, говорит, не доходит, что, говорит, не то, что любовник. Мне, говорит, никто не нужен. Вот так, говорит, наелась, говорит, мужчиной. Я, говорю, ну ты на это тоже не должна, говорю, обращать внимание. Если он такой гадюк, как, говорит, а не значит, что все такие гадкие? Она такая, нет, 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 нет. Мне никто не нужен. Я говорю, уже хорошо, я же одна, он сейчас, говорит, мой сын женится, если, говорит, пойдут внуки или еще что-то, уже, говорит, будет другое, буду идти, говорит, помогать им туда-сюда. Я говорю, ну, а твой сын, наверное, он, говорит, на Америку? Нет, говорит, нет, говорит, он со своей родиной, говорит, хочет, он же ездит, говорит, на свою родину, говорит, ну, откуда они? Там же бабушки, там же дедушки, там же тети, говорит, конечно, оттуда, говорит, возьмем, ну, она такая, ну, посмотрим, это ему решать, конечно, да, вот, ну, я так считаю, да, но, может быть, тоже правильно, может быть, и сын на самом деле хочет со своей, со своей, так что я так за нее рада. Девочки, не всегда все плохо бывает, вот, видите, она счастлива, она, говорит, я такая счастливая, я такая довольная, говорит, что, говорит, прям вот, говорит, мне иногда летать хочется, мне даже, говорит, не верится, что, говорит, встаю, когда я хочу, ложусь, когда я хочу, делаю, что я хочу, и мне думать не надо ни о чем, говорит, я такая довольная. Так что вот так, девочки, иногда бывают такие дети, что сперва ты их на руках носишь, потом они тебя на руках носят. Вот очень хотела с вами Эта история поделиться Моей историей, да, ну, то, что в моей жизни Произошло Так что я когда вот с ней поговорила Мне так стало как-то Приятно, а то постоянно негативы слышишь Да, вот за детей, что там так, это все Неблагодарно Когда вот такого благодарного сына О сыне услышишь, как-то и на душе Тепло становится Знаете, как-то думаешь Значит, все-таки Мир не потерян еще Знаете, ну вот и все На этом я закругляюсь, целую вас Обнимаю вас Желаю вам хороших выходных